всем привет друзья продолжаем проходить модификацию возвращения шрама сейчас я уже пришел в бар но по пути сюда еще вот на свалке встретил ведьм с наемниками подобрал там айс вал повесил же сюда прицел но пока что ходить мы с этой пушкой не будем потому что патронов у нас не так много также вот еще перейдя в бар здесь прямо возле перехода бородил одинокий наемник у него вот lr-300 с прицелом оказалось но тоже патронов не так много поэтому я все это дело выложил сюда походим мы пока что со снайперским обаканом тем более что нужно расстреливать эти патроны и ствол вот это довольно неплохой а вот что касается этого ремингтона не знаю может быть я его не распробовал но как-то мне показалось что ствол такой себе честно говоря ну по крайней мере приходится сделать по два-три выстрела чтобы угомонить псевдо пса мне кажется что это не очень хороший показатель но в любом случае не знаю когда точно но дальше по сюжету мы найдем аа-12 вот этот слой будет уже помощнее так ну а сейчас поговорим с воронином он же говорил что у него там проблемы серьезные вот я и пришел генерал я надеюсь вы успокоились после случившейся трагедии да еще вопросик почему не усилите посты с южной стороны бара да вроде успокоился мне сообщили о ваших подвигах на кордоне вы храбрый человек я только могу предложить пополнить наши ряды и пока у меня к вам есть одно предложение заработать перед тем как я узнал о похищении своей жены мне не давала покоя чрезмерная наглость борова на свалке у нас установлена слежка за прапором нам уже давно поступил сигнал о том что прапор берет мзду за проход в бар вместо того чтобы следовать инструкции теперь сообщили что прапор сбежал но далеко думаю не убежит так как связи у него почти нет и ноги коротки посты сократили месяц назад так как южная сторона контролируется наружным наблюдением и спецназ всегда на подхвате единственная опасность может нагрянуть только с дикой территории лебедевские кланы там рулят пока мы прослушали ваш с прапором разговор на свалке и оценили ваши способности договариваться и тем самым наша группировка к вам стала относиться с уважением хотя вы вроде как бывший наемник также есть новости для вас ваш друг оказывается вас искал сам и дочь ваша в порядке и находится в германии в хорошей клинике но нужны деньги два миллиона в рублях вот я и предлагаю вам подзаработать спасибо генерал за новость хоть и не очень хорошую но как заработать два миллиона что вы хотите предложить вы с бесшумным оружием не уимели дело ну если глушаки цеплять к стволам то это не мое но к примеру по молодости любил стрелять из лука отлично если из лука вы стреляли то с арбалетом думаю управитесь дело в том что я хочу вам предложить устранить борова в темной долине только не перебивайте меня но меня на данный момент нет классных стрелков но разведка у меня самая лучшая если вы согласитесь на это задание то я вам дам аванс в размере 100 тысяч деревянных и после удачного окончания вашей работы получите еще 400 я постараюсь решить ваши проблемы с дочерью и поверьте что я рад вам помочь работы для такого как вы в зоне не убавится я могу дать вам переход со свалки в долину но у нас пока этот переход засекречен и поэтому придется пройти через чуть более длинным путем через волчье логово переход туда я скину вам в пыда там найдете в лесной избушке деда щукаря это мой осудомитель и его я скрываю от властей так как сбежал он зоны особого режима не буду излагать все подробности он сам вам все расскажет у него есть арбалет неизвестного мастера также сообщу о вашем визите чтобы дед с перепугу ничего не натворил далее он даст тропку с волчьего логова в темную долину в темной долине вам нужно будет найти моего лучшего разведчика в масхалате зовут его пуля он находится в северо-восточной части темной долины как зайдете в долину старайтесь не лезть к бандитам на рожон обходите краем так каких снайпер они дремлют и постарайтесь сделать так чтобы пуля остался жив еще на подходе к базе той стройке установлена какая-то зона искусственного псизлучения попав в нее сразу зомбирует и после этого смерть от огромной пси дозы трое наших бойцов так и не увидели больше свет откуда эта защита уборова для нас пока остается загадкой пуля сообщил что боров постоянно выходит на пристройку подышать свежим воздухом от 20 до 21 00 то есть по расписанию живет поросенок а также любит чистить свой ствол подробные инструкции получите у пули старайтесь близко к базе не подходить если что не так то сразу возвращайтесь пуля откроет переход обратно да уж генерал озадачил но давайте переход пойду знакомиться со щукарем запишу себя в пда чтобы ничего не упустить вот как получили аванс 100000 и нужно отправляться отправляться в волчье логово переход у нас вот здесь вот ладно хорошо но тут еще в баре какой-то тайник можно сходить проверить тайник армии посмотрим что там лежит и потом уже отправимся в это волчье логово но вот я уже подхожу к этому переходу в волчье логово он здесь за забором находится перепрыгиваем и переходим и появляемся мы судя по всему прямо возле какой-то базы вот здесь вот и что здесь такое фея и торыч здесь находится так фигасе такая дива и одна в дремучем лесу другом зверье как черт четвероногая таки двуногая не подскажешь где здесь избушка с дедом щукарем ну во первых не одна во вторых не такого же это дремучий лесу в третьих зверьё сюда не сунется а избушка через бугор направо и по тропинке там не пройдешь мимо дед был здесь недавно спасибо а что у тебя доблестная фея за сейф такой призрачный что можно сквозь него ходить я не проверял еще сейф так устроен можешь чтобы что-нибудь оставить на хранение взнос плоти в размере 5000 и пользуйся на здоровье за сбережение не отвечаю на надежнее чем прятать в других местах ладно понятно но пока не надо прикольно а там у нас кто стоит наверху сейчас тоже посмотрим можно ли поговорить с этим торычем здоров на им такую красотку охранять одно удовольствие или не так с чего ты взял что я найм если броник по мне значит сразу найм красотка это самого тебя защитит если сочтет нужным только на найма ты больше смахиваешь верно заметил я найм правда бывший шрам меня зовут а по тебе просто привычка казнюсь слыхала тебе сорока на хвосте принесла слушай дело к тебе есть что за дело ученые слышал связь наладили есть выход в интернет а наши придурки пьяные гоняли с гостелло на его развалюхи ну то есть на вертухе и выкинули последний ноутбук прямо с вертухи в болото ноут хороший был а эти идиоты сказанули что нахрен он не нужен пда хорошо но ноут есть ноут в какое болото не помнят но вроде как два варианта одно первое это небольшое болото что по тропинке там по карте глянешь а второе это большое болото что в центре логова я отлучиться не могу а эти клоны группировка то в рейдах то в баре водку жрут в общем если притаранишь что я поделюсь инфой о части ужасов то есть где нет этих ужасов точно и пять косых налом как себе ладно прогулять по болотам поищу ваш ноут хотя работать он вероятнее всего не будет инфа а чу действительно нужна части ужаса вот отлично работать будет думаю мы детальки самогоночкой протрем давай поищем но кстати я заметил что в этой версии мода я не знаю может быть здесь последних патчах час ужаса убрали потому что его не было в 22 00 так что даже не знаю ну что может прямо сейчас идти за этим ноутом или в это озерцо или в это но принципе здесь не так далеко до избушки наверное стоит сразу через нее пробежать потому что я предполагаю что переход всем на долину все равно будет находиться скорее всего где-то здесь и нам еще придется идти в эти края так что пойдем поговорим с дедом щукарем может быть он еще подкинет какую-то работу вряд ли он просто так скажет нам переход укажет где переход находится так оба на а вон и сидр сидит да ладно пока с дедом поговорим здоров дед времени мало но мне нужен арбалет да еще стрелы к нему стрелы к нему и переход всем на долину грёбаный экибастус тебе за наглость твою вижу и уже начертили грёбаный экибастус вали откуда пришел нет у меня арбалета да и зачем в зоне это беспонтовое фуфло ладно не буксуй старый я от воронина по делу мокрому мокрому делу это штуковина и стрелы мне срочно нужны а далее сам думает куда я так информирован и знаю что ты геройски сбежал зоны особого режима складно калякаешь раз от воронина грёбаный экибастус так бы и сразу и вякал а туда ему все и сразу хрен с тобой но заодно тебя на вшивость проверить нужно если ты тот самый ладно а где арбалет я скинул себя в пда метку и находится он в болотине что в овраге с южной стороны волчьего логова так что поплавать придется а стрелы значит выруливаешь с болотиной прямо наверх если топасть обратно есть три валуна здоровых и они там промеж валунов в болотине я потеряла балет так как там появилось какое-то чудо мудо я еле ноги унес если завалишь это чудо мудище то я тебе скину точку перехода в долину с тобой туда не пойду хоть убей такой твари мне и во сне не во сне бы не приснилось ночью чудо мудо куда-то исчезает ладно хрен старый если брешишь ну так и быть достану арбалет и посмотрю что там за тварь но ты пойдешь со мной покажешь эти три валуна где стрелы эти лежат а то ищи тут среди кучи валунов именные три далее в болото я пойду один а ты можешь валить обратно надо заметку в пда кинуть о том что монстры ночью уходят в спячку так и что мы сейчас вместе пойдем да судя по всему да а сидор как уже он тут сидит поживает вернулся но с сидором поговорим чуть позже потому что этот дед бородец сейчас убежит и потом ищи его так что лучше сейчас последуем за ним сидром еще успеем поговорить я честно говоря сейчас не совсем понял что произошло но вот этот дед пришел сюда развернулся и пошел обратно возможно это и есть те самые валуны да вот здесь лежат эти стрелы арбалетные болты 7 штук ну что ж неплохо неплохо теперь нужно найти сам арбалет на арбалет по идее должен быть в этом болотце до примерно на расположение арбалета но также там какой-то мутант где-то сидит ну-ка ну вроде никого нету какой мутант непонятно так а вон по моему я вижу лежит арбалет да они что же чудище ага появился библиотекарь ну на библиотекарь у меня тут есть вот огнемет сейчас дружище иди сюда ой-ой-ой блин с него тараканы ползут а с того библиотекаря который мы которого мы встречали в подземке агропрома тараканы из него не вылазили не появлялись болей ну капец сейчас надо запрыгнуть тогда на камень как-то хотя блин на камень запрыгнешь они все в воду уйдут эти тараканы ой блин с вами тут еще мудохаться да ну конечно можно было бы использовать огнемет но не хочется тратить заряды на эту мелочь я и так вон расстреливают дробь так у нас вообще задание засчиталось задание засчиталось не знаю какие-то там тараканы куда-то убежали вроде было так много как-то все пропали ну и ладно у этого библиотекаря ничего нет так что сейчас надо идти поговорить с дедом но раз мы уже сюда пошли давайте еще сгоняем вот в это болото там по идее должен быть ноутбук этот ноутбук может заспавниться как в большом в этом болоте так и в маленьком тут кстати немного не соответствует карта но по сути мы стоим вот в этом месте и сейчас ноутбук у меня заспавнился здесь в этом маленьком болоте вот возле этого большого камня вон он там стоит забираем ноутбук группировки олега танго 8 килограмм кстати весит ничего себе но как-то надо его дотащить и потом отдадим тому товарищу в костюме наемника но перед тем как идти отдавать ноутбук давайте еще поговорим с дедом мы же уничтожили бюрера ну и жуть ты что мне ничего не сказал про тараканов гребаный кибасту каких еще мудаканов когда я валил это чудище то из болота поперли рыжие тараканы величиной чуть ли не собаку я еле ноги унес мать твою чур меня гребаный кибастус я в чудо муда и пальнуть не успел как бросил арбалеты в гору как будто сайгак но мудак тараканы да еще и собаку вот тяна думал наконец-то попал в рай после поганой крытки а тут такое держи точку перехода в долину ну и дела а ты не попутал со страху нет не попутал можешь сходить яйца их самок на закусь собрать и на зиму засолишь ладно беглец пора мне в долину хорошо ну в принципе можно сейчас уже поговорить с сидром но я сделаю это все-таки попозже потому что сейчас 16.03 а если мы поговорим с сидром то главный герой вырубится и проспит до глубокой ночи из-за того что сидр его напоить самогоном так что пока что сидром разговаривать мы не будем вернулся я уже обратно вот сюда вот на эту базу давайте поговорим с этим мужиком так ну что торыч нашел ваш ноутбук забирай спасибо шрам больше не доверяю не доверю этим алкашам ты мне тут не дави на спасибо инфа часах ужасов где не наезжай шрам инфу закинуть я в пда ты говори а я запишу сам у меня для этого свой раздел имеется так что диктуй скинул тебе уже а ты сам решай хоть в раздел хоть в подраздел шрам еще к тебе дело одно есть не за так конечно ноут фея думаю что восстановит но у нас нет программного обеспечения у сидревича старье одно и лучше установить ось посвежее у меня друг сейчас на южной заставе долго на баре за главного димас скальтер у него есть тут километр от силы сходи если не в лом а я за это с тобой поделюсь важной инфой то есть ты будешь знать все что я знаю перейдешь на бар прямо отсюда выручи а ну ладно времени у меня предостаточно так что схожу спасибо чешрам и получаем переход в бар и также информацию о часах ужаса информация торыча час ужасов не наблюдается на следующих локациях предбанник кордон свалка грабром бар янтарь армии склады волчьи логово чс чс-2 а секретных лабораториях ничего не известно ага так вот почему наверное и часа ужаса не было потому что тут локации довольно много и еще мы не были на тех локациях где-то час ужаса наблюдается ладно так ну что ж пойдем тогда в бар где-то здесь переход совсем рядом до переходим ну вот мы снова в баре и вот этот дима скальтер привет дима сторич попросил у тебя диск с программным обеспечением я бы не прочь отдать но нет сейчас у меня его ну тогда облом пусть старьем пользуется тут просто шмон наводили на базе случайно с метром вышвырнули за забор его только точно не скажу куда если есть время и желание то перескочить через забор и с внешней стороны бара можешь поискать ладно с внешней стороны бара так это довольно большая территория не знаю где тут искать это чудо сейчас будем искать этот диск может заспавниться в нескольких местах может заспавниться вот там это забором может заспавниться здесь за забором здесь за забором но мне можно сказать повезло никуда лезть особо не надо и диск лежит вот тут вот правда после того как мы его подбираем появляются нехорошие ребята я не знаю точно где они появляются но по моему как раз таки где-то вот нет не здесь или здесь опасность первого уровня сработал телепорт y там просто еще наши гуляли или они все-таки здесь появились по моему да но пока все равно и не совсем понимаю где они там стоят зато они меня видят счет я сейчас не понял как-то сверху меня убили ладно короче давайте выбежим сюда ну и где они на карте что это вообще за нахрен пускай с ней ё-моё кстати у этого мужика аа-12 был ствол вот он лежит давайте заберем это что-то самый ствол про который я совсем недавно говорил каком он тут состоянии но принципе довольно неплохо нормально ну вот будет смена нашему ремингтону я не понимаю почему они десантируются и потом ходят еще по воздуху ну ладно так сохранимся пожалуй где они тут до ствол а-12 очень хорошие скорострельные до жути сами видели как меня сейчас тот бандюган с этого ствола замочил так перезарядка сейчас там болин ушла надо вот это вот убрать мужика самый опасный ну что где ты ну выходи хочется к нему туда соваться вот же блин все готов отлично самого опасного убрали сохранимся так этот давайте тоже а-12 возьмем сравним какой тут получше можно этот выбросить понятно хорошо кстати это у нас кто тоже ведьмы тоже ведьмы и это ведьмы все ведьмы так там наши вроде как разбираются давайте пойдем лучше посмотрим ёмы смотрите куда они уже прорвались капец да ребята серьезные кстати у меня тут нету ломти мясо не висят хорошо а то пулестойкость бы вообще была очень маленькая еще какой-то абакан тут лежит ну блин хоть и ломти мясо на поясе не висят хоть пулестойкости не совсем прям мизерная 23 процента все равно нас убили сейчас буквально с двух выстрелов ну что все вроде все еще вот такой ствол нашли кстати такая пушка была в тайных тропах я помню ух ты нифига себе картечь 50 вот это да ну сейчас нужно всех тут будет осмотреть у них тут много чего полезного может быть так вот еще одна а-12 вот такая себе блин мужик там уже пошел шманать мужик подожди подожди мужик так может я кстати продать торговать хочешь нет вообще не хочешь собирая этот свол мужик ну блин все собирает а торговать с ним нельзя и с этим разговаривать нельзя они наверное когда занимаются сбором вещей с ними разговаривать нельзя да но я уже ничего с собой не возьму не возьму потому что 69 и 9 килограмм у них тут особо ничего и нет патроны вот только можно было бы взять но куда их положить места нет хотя можно вот этот вот ствол выкинуть потому что он особо не нужен хотя сюда можно прицепить прицел и пушка была бы довольно неплохая повреждение такое хорошее так что ладно нет не буду выбрасывать а патроны ладно черт с этими патронами или может все таки поговорим а не куда там ладно нет так нет короче я допер все это бархло до бара давайте здесь сразу сейчас продадим ненужный риммингтон за 3000 ну что-то как-то маловато 3000 это за такой ствол да а если продать допустим осведомители ну то есть обычному вот обычному сталкеру можно за 12 загнать ладно пока выложу пока выложу так же пожалуй выложу пока вот этот ствол сюда и патроны так еще вот эти вот хвосты тоже не нужны и давайте отремонтируем А12 так ладно потом зарядимся так значит стоимость починки оружия 7000 еще броньку подлатать можно отлично и имеем мы вот такую вот пушку в барабан которой можно зарядить 32 патрона заряда просто замечательно еще бы от чего-нибудь избавиться чтобы не было перегруза и было бы вообще просто супер короче я пока решил выложить 150 баллонов с огнесмесью потому что мы все равно огнеметом пользуемся очень экономно но по крайней мере стараемся не знаю сейчас идем в темную долину возможно там нужно будет спускаться и в лабораторию X-11 а там будет коготь смерти так что огнемет нам все-таки пригодится я думаю ну этого как вся смерти я думаю и с этой пушки можно сейчас будет замочить без проблем но все равно я решил таскать с собой и то и другое ну и для всех остальных неписи у нас есть Абакан ладно возвращаемся сейчас обратно в волчье логово и отдаем Торычу этот диск вернулся я обратно к Торычу черт побрал своим диском благо еще не на помойке его нашел да привет тебе Демас передал вот спасибище а что стряслось что стряслось пришло странное сообщение о том что сработал телепорт Y и тут же появились ведьмы как на метле но без метлы дурдом что они вытворяли как будто с неба под ступеньком кое-как отбились ни хрена себе про телепорт Y что-то слышал но не помню ладно забирай диск и кидай инфу значит на радаре где-то в рыжем лесу есть сундук с тайником Семецкого но туда суваться никто не желает так как электрохимеры там и территория под хозяевами о как отлично новая запись давайте-ка посмотрим информация Торыча 2 тайник в сундуке но вот код от этого сундука у нас практически уже есть нужно найти еще одну часть у нас уже три есть осталась последняя но будем искать пока еще до радара не знаю когда мы доберемся так что ладно еще успеем я думаю найти но сейчас давайте пойдем поговорим с Сидором у него же там есть диалог а потом уже можно будет выдвигаться в темную долину но еще перед тем как разговаривать с Сидором сейчас по времени 17.31 пожалуй можно поспать часиков я не знаю так 5 точно может быть даже и 8 потому что после разговора с Сидором как я говорил главный герой рухнет спать сам собой а потом уже поспать не получится поэтому если можно да ну не знаю 5 часов может быть маловато но я не хочу переборщить и проснуться в 12 уже дня или в 13 лучше проснуться рано утром сколько там 22 ну сейчас посмотрим короче ну здорово вот это дверь которую Сидорович забрал со своего бункера какие люди да без охраны Сидорович клоун дверь это зачем сюда приволок эту барменшу не мог от двери отодрать так пришлось с дверями волочь а я то думал ты за своим со своими клондайками из центра зоны упорхнул да пошел ты шрам меченый шрам откуда знал что избушка это для бюрера сколочена и дверь выше крыши окажется черт думал твою рожу больше не увижу видать судьба такая паленой водкой торгуешь контролеров до зверей не доводишь бутлегер идиот ты поди паленой водку от настоящей хрен когда отличишь у меня есть натурпродукт собственного производства но тебе видать пофиг чего жрать на угощу но только на халявку не рассчитывай точно контролеры меня не дозомбировали так теперь ты решил завершить начатое имя нужен ты мне хорошее дело на кордоне сделал шрам иначе хрен бы тебя не натурпродукт ладно если что успею тебя шлепнуть ну за удачу ты от закусывай давай то обрыгаешь мне тут все не дай бог кто ж так пьет ты видел чтоб я поморщился а так у тебя видать глотка луженая вот и не морщишься а я после первой не закусываю Сидорович а кто тебе самогон научил гнать а не болотный ли доктор рецептурку сочинил хорошая вещь ха поживи с мое это тебе видать только дано на спусковой крючок нажимать и больше ни хрена верно не умеешь давай по чуть-чуть как говорят между первой и второй промежуток небольшой про крючок Сидорович не надо за крючок мы Сидорович пить не будем ну за жизнь закусывай говорю рухнешь весь ладно уговорил Сидорович закусываю откуда Сидорович ты все знаешь что творится в зоне я даже знаю кого зомбирует слухи стекаются ко мне рекой вот зомбирует тебя и тут же я кин в эфир что шрам зомби ты опасен при здравом уме а когда без мозгов представляешь какую опасность ты будешь нести для окружающих да представляю я зомби стреляю налево направо ха да вижу что зацепило тебя хорошо самогон это не сталкерская водка от которой после перепития коньки можно отбросить давай наливай давай за что пьем Сидорович да тебя тоже зацепило хрен старый ну за мою дочь за дочь твою ну давай шрама дочь это твоя пушка хрен ты Сидорович дочь моя родная кровинушка ну тогда за нее еще хряпнем наливай держи ну за дочь твою да рецептик тут скинул тебе в ПД пользуйся пока я добрый давай за нее Сидорович давай споем ага поспали до утра час ночи и выброс наглянул красота да ну ладно до утра не поспали к сожалению придется ждать пока закончится выброс а потом не знаю может и получится вздремнуть либо придется тут закупаться самогоном или водкой у Сидоры и потом возможно получится уснуть короче выброс закончился но главный герой не хочет спать несмотря на то что я тут уже неплохо так еще выпил закупился тут у Сидоровича водкой даже вот одну бутылку самогона уже тоже хряпнул хотя на 1107 рублей стоит в отличие от водки которая 200 рублей всего но все равно главный герой вообще не хочет спать отказывается просто можно наверное тут купить всю выпивку все выпить если мы не умрем конечно все равно спать не хочется короче я переиграл с захода на локацию давай давай поспал 8 часов затем немного еще подождал пока там пройдет выброс дождался точнее выброса подождал пока пройдет выброс и потом поговорил с Сидором и в итоге вот после разговора удалось поспать до 10 утра в принципе довольно неплохо ну и сейчас мы уже можем наконец-то отправляться в темную долину итак в общем я сейчас нахожусь уже в темной долине прошел вот здесь вот по краю потому что как нам говорил Воронин в районе базы бандитов находится пси-поле вроде или точнее сказать пси-зона так у нас там еще электрохимера бежит ой-ой-ой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой что это такое ужас какой ладно схемеры разобрались поэтому туда близко я не подходил но кстати когда проходил вот с той стороны появилось сообщение что у сталкера есть ценная информация возможно потом если мы на эту базу сходим чуть позже то эту информацию сможем отыскать ну а здесь в темной долине нас должен ждать пуля как нам говорил Воронин в северо северо восточной части темной долины в масхалате ну и вот он тут отображается на мини-карте но самого его так блин и не рассмотришь только ствол торчит капец вот это я назову вот это маскировка ладно так здоров пуля вот тебе на пока я спал два года тебя видно такое же время под рентгеном просвечивали и тебе не кашлять шутник ты однако нет пока ты спал как говоришь два года наука которая сейчас под властью хозяев изобрела новый вид маскировочного халата но в зоне они пока в штучных экземплярах так что больше долго не спи теперь подождем восьми вечера а далее получишь более подробные инструкции можешь вздремнуть но никуда лучше не выходи ладно ждем восьми вечера блин я и забыл уже что бор вылазит только в восемь вечера ну что мы сможем поспать конечно нет а сейчас у нас десять утра да ладно что поделать можно пока прогуляться тут по темной долине посмотреть что здесь вообще происходит пособирать радиации да поиспользовать немного антирадов а то блин надо же как-то освобождать рюкзак хочу я сходить вот навестить эту конструкцию посмотреть там какие артефакты лежат потому что там обычно лежит какая-нибудь пружина может быть мамины бусы если мамины бусы найдем можно будет их потом переварить в другой артефакт если не ошибаюсь кстати нам же какой-то еще рецепт сидр дал ну-ка посмотрим что он там а бусы про бабки да значит я это смотрел уже или смотрел я не помню когда я это смотрел просто я тут перепроходил и не помню попало ли это на запись то что я смотрел это или не смотрел ладно так сейчас давайте залезем вот сюда посмотрим что у нас тут лежит самое интересное как всегда вот здесь блин провалилась куда она делась вниз что ли упала или я взял да ну нафиг куда делся артефакт что-то я реально не понял как так произошло куда-то он туда провалился и все пропал берем все вот теперь забрали точно ну и в принципе больше тут ничего не надо энергетик только возьмем пожалуй и все вроде как больше тут ничего полезного ценного нет так что можно отсюда уходить и сразу надо принять пожалуй эту аптечку мощную блин не съедайте меня пожалуйста а там снорки там где-то снорки сидят что у нас здесь здесь ничего интересного ладно так похоже надо еще или радиация снижается кое-как кое-как снижается ну можно сходить пока снорков погонять или еще чем-то позаниматься потому что главный герой все равно спать не хочет или просто стоять и пойти позаниматься чем-то другим в реальной жизни но пока пойдем погоняем снорков пожалуй потому что все равно нам нужно будет здесь гулять на территории этого завода ема что там происходит ибо что же нафиг тут где-то какая-то то ли жарка то ли что нам все равно в любом случае подождите что-то я не понимаю может быть это живая электра здесь ну вот мы снова здесь там еще кровосос носится так вот что-то я сейчас не понял здесь что была живая электра потому что аномалии сейчас это и здесь нет а такое чувство что она перемещалась да ну-ка сейчас посмотрим да смотрите по-моему перемещается ладно сейчас будем тут все зачищать я еще тогда хотел сказать что нам все равно здесь придется в любом случае в будущем проходить так ну-ка подождите я бенгальский огонь сниму а то мало ли что тут происходит потому что нам в любом случае нужно будет потом идти в лабораторию x18 нас же просил тут сходить Костя за документами также там еще рецепт будет на симбион где-то лежать поэтому туда мы сходим в будущем а сейчас как раз пока нечем заняться можно вот заняться зачисткой этого завода так как это рано или поздно придется сделать а сейчас нам нужно и вот рюкзак немного освободить сколько уже 50 блин я думал меньше 59,6 почему а это потому что я пружину подобрал она 2 килограмма весит да ну ладно так ну что сколько можно по этой аномалии стрелять все вроде успокоилась но я думаю сейчас мы еще будем этих обыскивать снорков и вес вернется да уже 59,9 особо рюкзак не освободишь ну что тут кто-то еще есть понятно аномалия есть все вроде нет и все блин ну а теперь теперь вроде все по крайней мере ее не видно вот как ворона скоро придем бар и сдалкаем гудок тебе жестких дисков флешек и твой личный пда я тошусь пацаны ха 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 так ладно где-то какой-то еще бандитский клан но где он может быть еще кроме как если не на базе бандитов может ферму проверить потому что вот там вот возле перехода вроде как были долговцы то ли долговцы то ли военные потому что кто-то из них был в военных комбезах я толком не разобрался но кстати там большинство большую часть их перебил некий неизвестный противник я не разбирался кто он там был вроде как возле перехода прям на самую свалку или даже за переходом уже но подозреваю что это были скорее всего ведьмы хотя может быть и бандиты были так а вот здесь у нас одиночки упырь ходит хм так мужики а куда вы идете такой толпой ходят обычно с артефактами ну сто процентов и там тоже кто-то куда-то идет смотрите вся толпа идет туда так ладно мужики и что вы тут ищите где-то где-то здесь явно что-то лежит что-то что я пока еще не вижу сейчас я за ними прослежу все равно делать пока нечего хотя конечно может быть этот отряд просто куда-то идет но обычно так ходят за артефактами но не знаю либо я этот артефакт пропустил и кто-то из них его подобрал хотя в торговле ни у кого никаких артов не появилось либо они реально ходили просто просто гулять да но сейчас возвращаются вроде как обратно сюда на ферму а кто у нас здесь филя глыба ну и все а нет кто-то еще бур ух ты в одиночках теперь они ходят бур это ж тот бандит которого мы видели на свалке оба на какие люди в голливуде трое матерых бандитов покинули свой клан это как понять здоров матерый наемник пришлось покинуть так как Боров не простил нам договора с тобой и блокпостом долго когда мы вернулись то они нам устроили темную нам троим удалось вырваться но двоих наших завалили жаль пацанов Боров вообще на всю голову обдолбанный урод ты дядя как тут оказался и что за дела у тебя может перетрем кое-чего а вот какая хрень понимаешь я здесь по одному тонкому делу и когда управлюсь то побазарим усек ладно буду ждать может все же помочь тем дядя а зови меня шрам дядей будешь называть своего нового главаря если конечно не возьмешь власть в свои руки помощь мне не нужна во избежание грандиозного шухера так понятно ладно ну что ж тогда нам ничего не остается как ждать восьми часов вечера и идти разговаривать с пулей поэтому будем ждать но я на этом прерываюсь продолжим уже в следующей серии так что всем большое спасибо за просмотр с вами был Хьюг всем удачи и пока